Здравствуйте! В эфире программа Актуальное интервью. О предстоящем ремонте городских дорог мы поговорим сегодня с Юрием Валакиным, заместителем главы города Тобольска. С начала весны у водителей всегда возникают одни вопросы. Почему ухудшается качество дорог? Как говорят, след за снегом тает и асфальт тоже. Почему так происходит? Почему действительно по весне вот эти ямки? Ну, скажу, что это, так скажем, неотъемлемая часть нашей работы в части именно обследования данных участков. То есть после прохождения зимы, в весенний период, в апреле, специалисты выезжают на уличную дорожную сеть и проводят обследование в части именно состояния дорожного покрытия автомобильных дорог. И первое, что они делают, они дефектуют ямы, которые у нас ненормативные, колейность и на основании чего происходит уже расчет объемов работ. В этом году у нас такая работа уже выполнена. Мы определили, обследовали все участки дорожной сети и у нас сформирован перечень как по ямочному ремонту, так и по устранению колейности на автомобильных дорогах. Причины, так скажем, основные это две. Ну, это не от того, что, грубо говоря, да, подрядчик при строительстве автомобильных дорог там занизил там какие-то параметры этой автомобильной дороги и некачественно уложил асфальтобетон. Во-первых, это зависит от интенсивности движения. Если наши автолюбители, они заметили, что и замечают то, что ямы образовываются на тех участках, где у нас интенсивное движение, где у нас крутые повороты, колейность образовывается. Колейность образовывается именно на центральных улицах и в местах подъездов к пешеходным переходам, к перекресткам, к светофорным объектам, где идет торможение, где идет разгон автомобиля. Поэтому это одна из основных причин. Вторая, ну, основная, да, причина, так скажем, это, конечно, особенности наших, так скажем, нашего картографического нахождения города. Да, да. Зима у нас суровые, морозные, лето короткое. Климат, да. При изменении климата, то есть идет хождение грунтов, соответственно, замораживание, размораживание. В осенний период обильные дожди, где идет насыщение влагой наш асфальтобетонного покрытия и, соответственно, основание автомобильной дороги. После чего наступает зима, идет замораживание. При размораживании, соответственно, асфальтобетон приходит в негодность. И где эти участки, они такие проблемные, это в первую очередь и видно. То есть это физика, да. Вторая основная причина, почему у нас появляются ямы. Но для этого, как бы, и существует, и регламентирован на законодательном уровне периоды и виды ремонтов автомобильных дорог. Это ямочный ремонт, устранение колейности и ремонт, соответственно. Ну, я не считаю реконструкцию, там, строительство и капитальный ремонт. Планы именно на ремонт мы формируем их в течение всего года. То есть мы в процессе своей ежедневной деятельности, при получении заявок, при получении обращений, при обследовании, мы выявляем те участки, которые уже критичны, и нам необходимо по ним заходить в ремонт. Соответственно, мы готовим этот перечень в течение года. К осени он у нас формируется. И, соответственно, уже с учетом того финансирования, в конце года, которого нам одобрят, мы, соответственно, ставим в план те участки, которые необходимо в первую очередь выполнить. Когда планируете приступать к работам? Вот тут весна никак не настанет, у нас холодно, снег-то дождь. Вот как вы определяете, что все, уже строительный сезон, пора начинать? Ну, вообще у нас сезон не только в Тобольске, в Тюменской области он определен. Мы на основании этого и формируем наши контракты по содержанию эксплуатации автомобильных дорог. Летний период это наступает с 15 апреля по 15 октября. Зимний период с 15 октября по 15 апреля. То есть виды работ, которые необходимо выполнить в летнем содержании, они начинаются с 15 апреля и продолжаются вплоть до 15 октября. Ну и там зимние виды работ, они начинаются с 15 октября и продолжаются до 15 апреля. С этим учетом мы и формируемся. Вам же предстоит определить подрядчика еще, да, провести там, распорговать участки? Ну, по ремонту автомобильных дорог мы уже выставили на аукцион в этом году, в который будут участки ремонтироваться. Подрядчик определится и сразу уходит на работу. Ну, тогда нужно рассказать, что же будет, что запланировано там, наверное. Ну, давайте начнем с чего-то глобального. Мы провели уже аукционы, заключили муниципальные контракты на разработку проектной документации в части строительства автомобильных дорог в щебеночном исполнении по тем территориям для строительства индивидуальных жилых домов, где участки выделены семьям, имеющим трех и более детей. Там микрорайон-усадьба, 19-й микрорайон, перевелок вертолетный. Подрядчик определенный уже ведет работы по разработке проектной документации. То есть, начали изыскания выполнять. Также мы определили подрядчика по реконструкции автомобильной дороги по улице Алябьева. Все эти проектные документации у нас должны быть разработаны до конца года, для того, чтобы мы в последующем смогли уже зайти на финансирование для строительства автомобильных дорог. Четвертое, то, что мы в этом году заходим со строительством автомагистрали М8, так называем, по улице Дмитриева, которая будет соединять проспект Дзираева и проезд Чаркова. Также в этот проект предусмотрена реконструкция проезда Чаркова от кольца по улице Немышева до развязки дороги Тобольс-Байгора. Этот проект у нас, срок выполнения данного проекта 3 года. То есть, в этом году мы заходим, в 2024 мы должны его завершить. И начнем мы строительство, это как раз участка автомобильной дороги от проспекта Дзираева до проезда Чаркова. Ну и, соответственно, в этом году мы сейчас уже документы направили в закупки, для того, чтобы определить подрядчика по ремонту автомобильных дорог. Здесь мы традиционно у нас в состав этих дорог входит ремонт проездов, устройство тротуаров, устройство парковок, ремонт ливневой канализации. Данным контрактом будет предусмотрено устройство проездов в микрорайонах города, это 6-й, 8-й микрорайон, Никольский взвоз, ремонт автомобильной дороги с ремонтом лотка, с устройством тротуара. По микрорайонам еще устройство парковок, 7-й микрорайон, 4-й микрорайон. То есть, в общей сложности будет отремонтирована проезжая часть всей порядка 27 тысяч квадратов, устройство парковок порядка 8 тысяч квадратов, это 640 машиномест, то есть, если брать динамику по отношению с прошлым годом, по устройству парковок, она не изменилась, то есть, мы придерживаемся в среднем от 600 до 700 квадратов устройства парковок, это, ну, вернее, машиномест, чтобы наши микрорайоны приумножались этими парковками. Это микрорайон, да, парковки будут? Да, это микрорайон. За счет чего место выгодить удается, там, пустыри, да, что-то вот асфортируется? Есть участки, да, которые не задействованы пустыри, есть участки, которые в свое время, ну, так скажем, они не были воздействованы при, ну, не были благоустроены, но на сегодняшний день там автолюбители, жители ставят машины на газоны, соответственно, мы видим потребность в этих участках для устройства автомобильных парковок. Мы эти участки фиксируем, делаем расчеты и, соответственно, включаем их в план. Про Никольский взвод сразу хочу спросить, как водитель, как будет организовано движение там, там же вот практически единственная такая магистраль, не будет ли моментов там полного перекрытия? Нет, мы будем перекрывать с устройством, с учетом, у нас там же трехполосное движение, будем перекрывать устройство, делать движение по полосам, соответственно, перекрыли часть полосы, отработали, запустили, пошли на другую сторону. По тротуарам в рамках ремонта автомобильных дорог у нас предусматривается порядка 3,5 тысяч квадратных метров. Также эти тротуары это в микрорайонах. Это новые или новые? Это новые, это новые. Вот где понравилось, чтобы люди обрадовались сейчас, что ура, у нас появятся тротуары? Ну, 6-й микрорайон, 8-й микрорайон, ремонт тротуара по Никольскому взвозу. А, то есть вот вдоль... Вдоль тех проездов, которые мы ремонтируем. То есть понятно, что нецелесообразно делать проезд, а если пешеходы двигаются по газону, то, соответственно, мы это тоже учитываем. Вы учитываете вот в работе, вот в этом планировании обращения горожан? Потому что у нас же часто довольно активные такие табаляки, мне кажется. Они высказываются и в социальных сетях, и, наверное, приносят обращения в администрацию города. Вот как тут... Ну и депутатские наказы тоже. Это как-то тоже постепенно распределяется, ставится в план? Ну, обращу внимание на то, что наказы депутатов, они как раз-таки и формируются на основании обращений граждан, которые при предвыборную кампанию просят депутатов обратить внимание на тот или иной вопрос. Соответственно, на основании этого формируются наказы. Мы это в первую очередь тоже формируем, но в процессе нашей работы постоянно поступают жалобы, просьбы, пожелания. Мы это все учитываем, и уже с учетом нашего финансирования, с учетом состояния автомобильных дорог, проездов, мы сформируем этот план. У вас план, получается, не на год же, наверное. Вот, допустим, депутатские наказы, они распределяются по всему сроку действия, ну, созыва, да, определенный, то есть там на пять лет. Вот такой... Есть пятилетний какой-то более-менее распределенный, да, отсроченный? Ну, смотрите, как-то за пять лет может измениться много. Я говорю откровенно, как бы и врать никого, обманывать не хочу. Мы сформировали, допустим, план по итогам 2021 года. Соответственно, те участки автомобильных дорог, те просьбы жителей, которые не вошли в 2021 год, они плавно переходят на 2022 год. Ну, и, соответственно, учитываем состояние наших автомобильных дорог. Мы их берем в первую очередь, потом формируем план 2022 года, смотрим финансирование и идем. Если у нас появляется возможность исполнить в первую очередь те обращения тех граждан, которые это необходимо, мы включаем этот план. И он так постепенно, нарастающим итогом, он переходит из года в год, и мы стараемся это все выполнить. Вот у нас, кстати, какой процент остался дорог грунтовых, можем сказать? У нас же стараются отсыпать щебенкой так хотя бы вот эти проезды. Есть еще грунтовка у нас? Осталось? Ну, если брать в процентном соотношении, у нас грунтовки практически не осталось. Если процентном соотношении может быть 0, там 0,8 процента, это и то те участки, где, допустим, те участки, которые выделяются под строительство, опять же, частного сектора индивидуальных жилых домов. Люди накатывают автомобильную дорогу, и мы понимаем, что она не является автомобильной дорогой, так как стихийно образованная. Автомобильная дорога, чтобы присвоить ей статус автомобильной дороги, необходимо выполнить целый ряд мероприятий, и она должна иметь конструктив и так далее, и тому подобное. Это покрытие, но если она просто по грунту накатана, то это понятно, что это не автомобильная дорога, но и мы их в любом случае заводим в перечень автомобильных дорог для эксплуатации содержания в зимний период, потому что мы в этом году выявили три таких участка и включили их в содержание автомобильных дорог для того, чтобы люди могли просто-напросто добираться до своих домов. А я напоминаю, что у нас в гостях был Юрий Вавакин, заместитель главы города Тобольска. А у меня на этом все. Всего доброго.